Что ж, в прошлом видео мы разобрали подробности, которыми поделились Банжи касательно ПВП и планов на этот режим. На следующий же день после того ролика Банжи выложили новую статью TWAB, и на этот раз в ней полно информации, которую важно знать всем игрокам. Нет, это еще не анонс следующего сезона, все же ждем 24 августа, но зато рассказали подробно о том, как будут нерфать и бафать отдельные способности подклассов игроков. Статья просто монструозно огромная, но я постараюсь не растягивать и не отвлекаться, расскажу самое интересное и важное. Прежде чем мы перейдем к ребалансу сил, давайте сначала обсудим уж очень долгожданную функцию, которая появится в следующем сезоне. Возможность наконец-таки привязать вашу заряженную способность рукопашной атаки к другой кнопке. Больше не нужно будет негодовать, когда вы пытаетесь ударить какого-нибудь дрэга рукой, а вместо этого кидаете в него нож. Переназначив заряженную и незаряженную рукопашку, вы сможете быть уверены в точной координации своих действий. Конечно, можно оставить как было, если хотите. Теперь по сути, начнем с самых ощутимых нерфов, ослаблений. Во-первых, заморозку от стазиса теперь можно еще легче сбросить, благодаря ускоренной анимации. Как только вас заморозят, сможете сразу же зажимать кнопку разморозки и освобождаться, не будет никаких задержек. Второй заметный нерф – скольжение, он же подкат. Теперь покатушки на жопе будут сопровождаться существенными штрафами. При скольжении стабильность всего оружия падает на 20%, увеличивается на 15% разброс выстрелов из всех дробовиков, но и вздрагивание прицела, флинч, будет в полтора раза сильнее при скольжении. Так что, все, кто любил вылетать на жопе из-за угла с дробовиком, кажется, вы пока отдыхаете. Хотя не удивлюсь, если через годик или через полгода это все обратно бафнут. Теперь про то, как ослабят конкретные ветки конкретных подклассов. Титан в пустотном подклассе в верхней ветке – это та, что с куполом. Слушайте. Теперь прочность вашего пузыря зависит от вашего параметра стойкости. Купол будет получать повышенный урон от боссов, так что если у вас будет нулевая стойкость, то, возможно, купол будет разбиваться от атак босса очень быстро. Забегая вперед, варлоком с кладезем света подкрутили то же самое. Прочность кладезя будет прямо пропорционально вашей стойкости. Паниковать пока рано. Надо будет потестить что и как. Может даже видео сделаю со сравнением прочности этих способностей до и после. Пустотным охотникам в средней ветке снизили сопротивление урону в скрытном режиме ульты с 5% до 3%. Стазис варлоком уменьшен урон от ульты по ультующим стражам со способностями ближнего боя. Ну, например, с теми же спектралами так работает. Или против титана с кувалдой. Еще один болезненный нерв варлока касается верхней ветки солнечного подкласса. Во-первых, понижен трекинг заряженной рукопашной атаки, за что спасибо, давно пора. Но что еще важно, теперь у варлоков не два маневра уклонения, а лишь один. Прежде чем ты скажешь, чё блядь, отвечу, что так было изначально. Потом решили добавить второй и вот теперь опять убирают. По такой логике, ну подожди ты, потом снова вернут. На самом же деле, второе уклонение будет доступно только если варлок активирует способность разогрев. Которую, кстати, еще и бафнули. Теперь она длится ощутимо больше. Не 10, а 15 секунд. Но только вот, когда вы активируете разогрев, чтобы полететь выше всех в матче гарнила, радар противника подскажет им об этом. И будет проще быть готовыми к тому, что где-то, словно валькирия, летает варлок. Банжи обозначили варлоков как доминирующий в пвп класс, что правда. И не только из-за солнечной ветки, поэтому такие заметные нерфы их и коснулись в общем-то. А, кстати, колодец света среднюю ветку бафнули в пвп. Мем, конечно, но теперь стража в колодце нельзя заморозить стазисом, вот совсем-совсем никак. Ну и лично меня интересовало, когда что-нибудь сделают со средней веткой электрических варлоков в пвп. Ну так вот, ему уменьшили сплэш радиус. Так что, по идее, это должно спасти вас от смерти за углом или за вообще стеной от ульты варлока. Дмджи еще написал в твиттере, что в следующем твабе отдельно расскажут про сапоги геомагнитки. Так что скоро переобуваться нужно будет обратно в поперечки. Ну ладно, есть в статье не только нерфы, но и бафы. Давайте теперь про них поговорим. Чудище, то есть стазисные титаны. Ваш подкат снова теперь разбивает кристаллы из замороженных врагов, но длинному слайду все равно потребуется несколько секунд, чтобы разогнаться. Скорость передвижения в заряженной рукопашке тоже увеличена на 25%, чтобы компенсировать предыдущий нерф. Метательный молот средней ветки солнечного подкласса титанов будет наносить больше урона мощным врагам в пве. И плюс к этому у вас будет несколько дополнительных секунд, чтобы поднять его после броска. Электрической верхней и нижней ветки титана увеличили радиус удара, а энергии ульты теперь на каждый удар будет тратиться чуть меньше. Не 21%, а 18%. Если вы играете за среднюю ветку электрического титана, то для вас тоже кое-что есть. Вы будете получать по плюс 20% к энергии ближнего боя за подбор пачки патронов в подкате. Как именно это будет работать, надо будет еще посмотреть. Стазисным хантам бафнули ульту в пве. Теперь ураган, дойдя до босса, прилипнет к нему, тем самым улучшив общий урон от ульты. А вот поломанные сюрикены, которые занерфали совсем в смерть, чуть бафнули. Теперь на 10% увеличена их скорость и их трекинг. Падение урона в ульте верхней солнечной ветки охотника будет теперь начинаться с 25 метров, а не с 20, что увеличит шанс ваншота в гарниле почти на любой карте. Но более заметный баф для охотников касается электрического подкласса, самого непопулярного. Во-первых, всем веткам этой стихии продлили время действия ульты. Во-вторых, урон посоха в пве бафнут на 33%, а также увеличат радиус поражения при тяжелой атаке посохом. Кто помнит, как мы стирали босса в солнечном шпиле? Ну вот, видимо, возвращаемся к этому. Варлоком в нижней солнечной ветке поправили немного анимацию атаки феникса. Задержка анимации уменьшена, и теперь вы можете нырять в определенном направлении. По аналогии с шаттердайв стазисного охотника. Огненная рука теперь фактически пастивный перк, заставляющий взрываться убитых с помощью любых солнечных способностей врагов. Такой саншот на минималках. Ну а средняя пустотная ветка варлока теперь наносит урона аж на 73% больше. Только в пве, разумеется. А, ну и еще урон от ручной сверхновы этой ветки увеличен на скромное 100%. А при активации супера, вы получите мгновенную детонацию. Короче, походу в пве теперь с распадом будем играть, посмотрим. Еще слегка улучшили баррикады титанов. Короткая баррикада титана теперь бафает не только перезарядку, но и стабилу, дальность и понижает отдачу. А проходящий на высокой скорости через любую баррикаду игрок в пвп получает еще больше урона, чем прежде. Сама же баррикада увеличена в размерах вниз, чтобы защитить ноги титанов от взрывной волны и сплэш урона. Короче, пока все. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Банджи. Кроме этого, в следующем твабе нас похоже ждут новости по модам и перкам. Так что чую я будем мы прощаться со сферами Распутина и другими приятными модами, к которым успели привыкнуть. Но так было всегда, игре это необходимо, так что будем перестраиваться, искать новые способы игры. Чую, что в комментах будет жаркая дискуссия о том, как все плохо, ну или наоборот хорошо, так что не смею вас задерживать. Начинайте.